Добрый день дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на воскресном богослужении Московской Церкви Христа. Каждое воскресенье мы собираемся вместе у экранов наших телевизоров или устройств. Мы слышим прославление и участвуем в нем. Мы слышим Слово Божье, которое помогает нашим сердцам познавать Его волю. Мы участвуем в великой тайне, причащаемся крови и тела Христа. Дорогие друзья, когда только начались наши онлайн-богослужения, я заметила, что начала переживать в своем сердце. А действительно ли я поклоняюсь Богу? Не просто ли я смотрю какую-то интересную программу? Но со временем пришло осознание, что да, форма важна, но еще важнее содержание. Что поклоняюсь Богу я здесь, в храме моего сердца. Что Бог ищет в себе поклонников в духе и истине. И вы знаете, друзья, как здорово сегодня находиться в его присутствии, слышать его послания и служить ему своим сердцем. Прежде чем мы будем молиться, друзья, я хотел бы прочесть слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа о молитве. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказую вам, что поддаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В этой притче мы видим, что человеческая жизнь не всегда складывается так, как хотелось бы. Но даже когда происходят несправедливые вещи в нашей жизни, когда обстоятельства складываются не в лучшую сторону для нас, когда мы, может быть, уже не видим выхода и хочется опустить руки, наш Господь Иисус обнадеживает нас. Господь призывает нас не унывать, чтобы всегда молились, надеялись и верили, что наш Бог, любящий Бог, всегда защищает своих детей. Друзья, давайте и мы будем сейчас молиться и не унывать. Давайте молиться. Отец наш, сущий на небесах, мы так благодарны Тебе за всю Твою благодать и за всю Твою милость. Отец, мы так счастливы, что у каждого из нас есть возможность сегодня слышать Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы наши сердца были настолько мягкими, чтобы могли принять то, что Ты хочешь сказать для нас. Пусть Святой Дух смягчает наши души. Мы просим, чтобы сегодня каждый нас услышал для себя огромную поддержку, великую любовь почувствовал, но также мог увидеть направление, тот свет, который делает нашей ноге, показывает нам открытый путь. Мы так молим Тебя, Господи, помоги каждому человеку на этой земле услышать Твое Слово, довериться и последовать за Тобой. Благослови сегодня все наше собрание. Пусть все, что будет сегодня, оно будет исполнено Святым Духом и радостью. Спасибо, что есть у каждого человека возможность спастись и быть с Тобой однажды в вечности. Мы Тебя очень сильно любим и молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранним утром Авраам решил идти Ждал единственного сына Жертву Богу привести Сын Отцу сказал в дороге Вольтрова жертвы нет И смири свою тревогу Дал Отец такой ответ Бог свою исполнит волю Приготовит жертву сам Все, что нужно нам с тобою Он дает, как обещал Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой Ранним утром на вершине После многих сотен лет Своего одного сына Жертву Бог принес за грех Бог свою исполнил волю Приготовил жертву сам Все, что нужно нам с тобою Он дает, как обещал Бог ответит нам с тобой Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой Бог ответит нам с тобой Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой Тот, кто ищет, найдет, Ты, прости, стучи. С верой сдвинем горы, Верий, не молчи. Тот, кто ищет, найдет, Ты, прости, стучи. С верой сдвинем горы, Верий, не молчи. Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой Бог ответит нам с тобой На горе Господней Бог ответит нам с тобой 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 На небесах На небесах Мой вечный дом Мой вечный дом В нем моя радость В нем моя радость Спасение в нем Спасение в нем На небесах На небесах Счастье царит Счастье царит Все обещания Все обещания Сердце хранит Сердце хранит На небе На небе Вечный мой дом На небе На небе На небе Вечный мой дом на небе На небесах Мир и покой Нет больше горя Ведь Бог мой со мной На небесах Награду найду Вслед за Иисусом Смело иду На небе Вечный мой дом на небе На небе Вечный мой дом на небе На небесах На небесах Надежда моя Надежда моя Там мой Господь Там мой Господь Он встретит меня Он встретит меня На небесах На небесах Мой вечный дом Мой вечный дом В нем моя радость В нем моя радость Спасение в нем Спасение в нем На небе На небе Вечный мой дом на небе На небе На небе Вечный мой дом на небе На небе Вечный мой дом на небе Добрый день, дорогие друзья! Рад всех приветствовать, кто присоединился к нашей трансляции. И сегодня у меня есть огромная честь и привилегия вместе с вами изучать Библию. И можно сказать, что сегодня мы заканчиваем некую серию проповедей, январскую. Две недели назад Игорь Курочкин говорил о новом сердце, о том, что нам внутри постоянно нужно обновление. На прошлой неделе Павел Краснопеев говорил о новых горизонтах, чтобы мы продолжали ставить духовные цели и достигать их. И сегодня моя тема называется «Новые сложности». Мне предложили взять эту тему, и я согласился. Но мне кажется, сложности – это не та тема, о которой радостно вообще в принципе разговаривать. Особенно, когда ты еще не разобрался с тем, что есть сейчас, тебе вдруг уверенно заявляют. Тебя ждут впереди трудные времена. Мне кажется, это как-то тяжело воспринимается. Но тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что наша жизнь постоянно сопровождается с какими-то трудностями, проблемами. И мы тоже, как ясно понимаем, что впереди у нас еще будут различные испытания. Поэтому нам очень важно поговорить о том, как нам с этим иметь дело. Что же такое новые сложности? И вот моя тема именно сегодня об этом. Вначале я хотел бы заострить внимание на такой вещи. Проходя через трудности, мы стараемся чему-то учиться новому. Мы ищем пользу. И потом вздыхаем и с радостью можем делиться о том, как мы все это проходили и какие уроки мы выучили. Но в то же время, мне кажется, если спросить нас, а хотите ли вы повторить, мне кажется, мало кто захочет того же самого. Потому что естественным образом мы хотим, чтобы в принципе в нашей жизни все получалось достаточно легко и хорошо. У меня был случай в жизни примерно 18 лет назад. Мы встречались с девушкой, с моей подругой. И я собирался уже жениться. А она также хотела выйти за меня замуж. Я уже свой будущий год полностью распланировал. И это было так радостно, так замечательно. Но неожиданно меня забирают в армию. То есть буквально вчера вечером я лег с мыслями о будущей свадьбе, а наутро я оказался в армии. Как вы думаете, я себя чувствовал? Ну, мягко сказать, не очень. Было, как у меня все перевернулось. Было непонимание, почему так происходит, для чего, зачем, какой в этом смысл. Конечно, сейчас я вспоминаю это все с улыбкой. И я очень благодарен за тот период, за тот год, который я провел в армии. И все хорошо, мы женились, сейчас женаты 17 лет. И если меня сейчас спроси, а хотел бы ты через такое же испытание пройти еще раз? Нет, вообще никак не хочется. И я думаю, мы все так же себя чувствуем. На что я хочу обратить дальше внимание. По каким причинам возникают сложности в нашей жизни? И как мы на них реагируем? Конечно, это зависит от степени того, насколько нам становится трудно. Но я как бы в целом вспомнил свою реакцию. Например, мы все очень расстраиваемся, я расстраиваюсь. Кто-то начинает злиться. Кто-то думает, как же это все вернуть назад? Ну, зачем я согласился? Или у кого-то появляется страх, а что же теперь будет дальше? Много беспокойств и различных тревог. А часто, мне кажется, это прям очень часто у многих, мы начинаем искать виноватого. Ну, не знаю, наверное, нам так как-то легче становится. Вот если он, она или кто-то виноват, ну, мы с себя таким образом снимаем какую-то ответственность. Недавно я был свидетелем одной ситуации, когда одна девочка 10 лет на горке упала лбом об лед. И когда я увидел, если можно так сказать, этот ушиб, мне самому чуть не стало плохо. Мама, которая взяла эту девочку, подружку своей дочки на горку, была практически без чувств. Она была очень напугана, она не могла найти себе места и в первую очередь начала винить себя. Как же теперь я эту вот девочку покажу ее маме? Такое ужасное произошло. И кто в этом виноват? Ну, на самом деле, несчастный случай. Можно и так сказать, скользко, девочка как бы была, не знаю, невнимательна, может быть, подскользнулась и очень неудачно упала. Слава богу, с ней все хорошо, травмпункт, невролог, в общем, она здорово ходит в школу. Но это больше к тому, что бывают ситуации, когда мы просто не знаем, почему что-то происходит. И происходит как будто случайно что-то. Бывает, конечно, и нередко, есть наша ответственность в том, что наша жизнь усложняется. Наш характер. Я не рассчитал время, я не рассчитал свои силы. Я думал, что у меня это получится, а на самом деле не получилось. Я не знал, как поступить в этой ситуации, но понимал, что нужно что-то сделать. А когда сделал, оказалось только хуже. И все это усложняет. И здесь есть в этом наша какая-то ответственность. А бывает еще, что ты на бумаге расписал все планы, все запланировал, смотришь и наслаждаешься. Думаешь, красота. И даже все начинается неплохо и хорошо. Но потом что-то случается, что совершенно не зависит от тебя. Либо партнер подвел, клиент, поставщики, друг, родственник. То есть причина усложнения твоей жизни из-за того, что другие люди в чем-то ошиблись или подвели. А бывает что-то глобальное, когда и не от людей зависит природа, пандемию объявили, какие-то глобальные движения в экономике. И все это так или иначе начинает усложнять нашу жизнь, корректировать планы, а какие-то совсем рушатся. И здесь возникает вопрос, а что с этим совсем делать? И, как я думаю, вы тоже очень хорошо заметили, что разные люди на одни и те же сложности реагируют по-разному. Вот сегодня я предлагаю вместе с вами изучать Библию как раз на тему, а как Бог смотрит на все эти сложности. Что Он хочет делать и делает в наших жизнях с этим. И, конечно, а что нам делать и как нам к этому относиться? Предлагаю посмотреть первый отрывок из Библии, послание к кремлинам, 8 глава, 22 и 23 стихи. Это слова апостола Павла. Давайте вместе прочтем. Ибо знаем, что вся тварь, все творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления и скупления тела нашего. Апостол Павел очень уверенно говорит, мы знаем. Он знает и его аудитория. И дальше он говорит очевидный факт, что все творение, буквально весь мир, стонет и находится в мучениях. Это, наверное, не самое приятное, что мы можем принять о состоянии мира. Больше как-то радостнее слышать, что мы живем в мире возможностей, что есть технический прогресс, что есть возможности для процветания и развития. Это как-то нам лучше ложится на наш слух. А вот что мир находится в мучениях, находится и стонает в этом, это какая-то не очень приятная правда. Но тем не менее апостол Павел очень уверенно говорит, что так оно и есть. И дальше он говорит, что не только мир и все творение находится в мучении и стонет, но и мы сами, даже те, которые получили Святого Духа, так же стянаем. То есть воздыхаем. Происходят вещи, которые нам не очень нравятся. Происходит то, что нас расстраивает, то, что нас печалит, то, что приносит нам боль. И это та действительность, в которой мы живем. И можно сказать, что причины в целом всех сложностей в нашей жизни – это вот это несовершенство мира. И почему это произошло, мы тоже многие знаем прекрасно эту историю, что однажды в прекрасный, сотворенный Богом мир вошла злая сила, которая стала разрушать творение. Которое стало тянуть от света ко тьме, которое стало привлекать от небесного к земному. И таким образом весь мир начал страдать. Появилась боль, появилась смерть. И все это стало нам принимать сложнее, все это усложнило и продолжает усложнять нашу жизнь. Но важно, что сделал с этим Бог. И Бог принял мир со всей его поврежденностью. Он принял его таким, какой он есть. Он не стал его отвергать. Он не стал заменять его на другой. Он не стал с ним враждовать в том смысле, что срочно пытаться все исправить. Но любя сотворенных им людей, сотворенный мир, Бог проявил сострадание, потому что очень-очень сильно любил. И, конечно, он начал осуществлять план по спасению нас, по спасению этого мира. И здесь давайте мы прочитаем еще один отрывок из Библии. Второй Коринфянам, пятая глава, девятнадцатый стих. Да, я сегодня все отрывки читаю в синодальном переводе. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям их преступлений, и дал нам слово примирение. Здесь написано, что Бог примирился со всем миром через Иисуса Христа. Он принял его, он начал постепенно его исправлять. Но сначала это было принятие. Поэтому каждый человек может быть уверен, что когда я прихожу к Богу, когда я хочу понять, когда я хочу узнать, когда я хочу его почувствовать, когда я хочу обрести его силу, Бог никогда не оттолкнет. Потому что он уже однажды принял и примирился со всем миром через Иисуса Христа. Когда в нашей жизни происходит что-то сложное и неприятное, нам, как правило, хочется убежать от этого, спрятаться, отвлечься, вернуться назад. Но понимая, что Бог принял мир такой, какой есть, подражая Ему, мы тоже можем учиться принимать мир таким, какой Он есть. Не пытаясь Его изменить как-то срочно, быстро, своими путями, не пытаться навязать Ему свою волю, свое мнение, свое понимание. И таким образом Бог говорит, что, глядя на меня, глядя, например, Иисуса, вы можете подражать и смотреть на те сложности, которые есть, которые еще будут с верой. Почему? Потому что Иисус, придя на землю, приняв человеческую плоть, поврежденную плоть, Он прожил свою жизнь, которая была исполнена многих трудностей. Он страдал, Он нуждался, Он нуждался в помощи людей. Но Он это прошел, победил эти силы зла, преодолел смерть, и теперь Он стал нашей единственной надеждой. И мы можем быть уверены, что, полагаясь на Иисуса Христа, мы никогда не разочаруемся. Давайте прочтем следующий отрывок, послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Один из моих любимых отрывков. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Здесь очень ясно написано, что когда Бог призывает к себе человека, избирает его, и тот любит его, то все в его жизни Бог сделает во благо, на добро. Это не значит, что в сам момент сложности, с которым мы сталкиваемся, мы будем понимать, почему это происходит, и для чего, и какое в этом благо. Но мы можем быть уверены, что Бог сделает, проведет и даст то самое благо, которое есть у Него. Меня это очень-очень поддерживает, очень воодушевляет, и дает уверенность с надеждой смотреть в будущее. И дальше я хочу, чтобы мы с вами разобрали одну евангельскую историю, которая, как мне кажется, показывает то, как Иисус относился к сложностям, к сложностям Его учеников, как Он на них реагировал, почему Он так реагировал. И тогда, сейчас изучая эту историю, для нас будет важно сделать выводы, а что нам поможет проходить наши трудности, понимая, что рядом находится Иисус. Давайте ее прочтем. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стих. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, видя Его, идущим по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонившись ему, и сказали, «Истинно Ты, Сын Божий!» Вот такая вот необычная, интересная история. И ситуация очень проста для понимания. Ученики на середине моря, в лодке, началась буря. И дальше я предлагаю рассмотреть детали этой истории, чтобы на их примере увидеть, что делает Иисус и к чему мы можем научиться из этого. Первое, на что мы обратим внимание в этой истории, это стих 24. Написано, что «лодку било волнами». «Било» буквально означает, что волны как бы мучили лодку, то есть ее штворяло из стороны в сторону. Это был не просто какой-то легкий шторм, это была сильная буря. На второе, что важно обратить внимание, сколько продолжалась эта буря. Другой евангелист, Марк, описывает историю, он вносит тоже свои детали. Он говорит, что когда Иисус пошел помолиться на гору вечером, он уже видел, что началась буря. А к ученикам пошел на помощь спустя 5-6 часов, после того, как буря продолжалась. И еще одна важная деталь, на которую тоже нужно обратить внимание, это 22 стих. Но сначала можно задать вопрос. Вот ситуация, в которой оказались ученики Иисуса. Почему они там оказались? Из-за чего это с ними случилось? Но, может быть, по их глупости, потому что они не увидели метеоусловие, не распознали их, и как бы поплыли. Может быть, они были самонадеянными, но они видели, что приближается буря, но подумали, мы опытные рыбаки, поплывем туда. А может быть, они просто банально не послушались Иисуса. Он говорил им Остаса, а нет. Ну, на самом деле, конечно, я фантазирую сейчас. И 22 стих, самое начало, он открывает причину, по которой ученики оказались вот в этой ситуации непростой. Написано, что тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку. 22 стих. Понудил такое слово несовременное, но буквально оно означает, он убедил их, он как бы даже заставил их пойти. Но, как правило, заставлять того, кто хочет, не надо. Значит, мы можем сделать вывод, что ученики не очень-то и хотели туда плыть. Но Иисус их убедил, и они сказали, ну, хорошо, мы послушаемся Иисуса и поплывем. Возможно, они не хотели как раз по причине того, что были неблагоприятны, имейте условия. И вот какие выводы мы можем сделать. Но, во-первых, эта сложность, которая случилась с учениками, была по воле Иисуса Христа, Сына Божьего. А во-вторых, Иисус, видя, в какой трудной ситуации они оказались, не спешил к ним на помощь. Почему? Мне кажется, это важный вопрос. И на него мы чуть дальше тоже ответим. Когда мы оказываемся в каких-то непонятных для нас ситуациях, и мы не можем понять, для чего они, почему они, почему я, мы можем задавать такие вопросы, или они даже естественно у нас возникают. Бог, ну куда ты смотришь? А почему ты мне не помогаешь? Или почему ты мне так долго не помогаешь? Зря, наверное, я сделал этот выбор, потому что неизвестно, сколько это будет продолжаться. Или, опять же, почему тот, кто мешает мне, или как-то негативно влияет на мою жизнь, продолжает это делать? Бог, куда ты на все это смотришь? Ученики не знали, как закончится их история. Они, может быть, даже могли обвинять Иисуса. Сказали, ну мы же говорили, что не надо плыть. Но Иисус настоял. И на тот момент они еще не понимали, что происходит, почему все это происходит. И мы к этому еще тоже вернемся и подведем итоги. Давайте рассмотрим вторую часть истории, когда Иисус пошел на помощь к ученикам. И первое, на что я хотел обратить внимание здесь, это 26 стих, что Иисус не просто прекращает бурю, а начинает идти к ученикам по воде. Как вы думаете, почему? Ведь Он мог просто приказать ветру, и Он бы стих. Но Иисус этого не делает. Интересно, почему? Мне кажется, что Иисус хотел, чтобы ученики могли увидеть что-то для себя новое, связанное с Его личностью. И так в жизни бывает, что когда что-то очень сложно, Бог для нас может открываться совершенно с другой стороны. И это укрепляет нашу веру. Я вспоминаю одну историю, когда участвую в одном таком длительном проекте с партнерами. Один из них публично и очень уверенно стал обвинять меня в растрате денежных средств, что я их для себя использовал. Я не понимал вообще, что происходит, зачем, было очень обидно. Другие люди об этом узнали, и как моя репутация, честность была под большим сомнением, уже вставала под большое сомнение перед другими людьми. И я сделал, не знаю, может быть, впервые такую вещь, что я решил благодарить Бога за эту ситуацию. Я решил ее отпустить, я решил не нападать в ответ, не оправдываться, не обвинять. И в конце концов я был удивлен, потому что все стало на свои места, все было очень понятно, и в конце концов этого партнера исключили из проекта. К чему эта история? К тому, что здесь я увидел как Бог меня защищает, даже когда я не принимаю каких-то активных действий по этому поводу. И вспоминая эту историю, я могу быть уверенным, что Бог мой защитник. Я это знал из Библии, я читал об этом, но сейчас я это прочувствовал на собственной жизни. Поэтому Иисус хотел, чтобы они, увидев Его идущим по воде, запомнили это. Он властен над силами природы. Но что дальше произошло? Увидев, как Иисус идет по воде, ученики испугались. Вы видели когда-нибудь, чтобы группа взрослых, матерых мужчин закричали от страха? Я не встречал такого. Кто-то может сказать, трусы, надо быть смелее. Но я бы не стал так оценивать, судить, потому что мы не знаем, как все это до конца выглядело. Но им действительно стало очень страшно. Они подумали, что Иисус это призрак. Здесь мы тоже можем сделать какой-то вывод о том, что Бог может так открыться в непростых ситуациях для нас, что мы можем Его не заметить сразу, не узнать, что это Он. Мы можем думать о чем-то другом или думать, что все только хуже становится и будет еще хуже, как у них возник страх за свою жизнь. Но это Иисус, это Бог. Иисус хотел, чтобы они узнали Его с новой стороны. На что дальше я хочу обратить внимание, что Петр, услышав слова Иисуса, я не знаю, что его побудило до конца, но он сказал, если ты, это ты, Господи, скажи, чтобы я пошел к тебе. И вот чудо, он пошел. Не легче ли было остаться в лодке со всеми учениками, но он почему-то решил это сделать. Мне кажется, Иисусу это очень понравилось, потому что Петр вот в такой архи сложной ситуации проявил веру. И такую веру, которую раньше никогда не проявлял. Возможно, Петр подумал, слушай, такая возможность ощутить на собственной шкуре вот эту вот силу Божью. Если это Иисус, как я услышал, слушай, я сейчас пойду по воде. И он пошел. И это удивительно. И мы сейчас читаем это в Писании. Но дальше случилась обычная человеческая вещь. Петр засомневался. Почему он засомневался? Но если вот так вот рассмотреть ситуацию в целом, он был в шоке. Он идет по воде, но вокруг бушуют волны. Он никогда этого не делал ранее. И он начал фокусироваться на внешних обстоятельствах больше, чем на Христе. Больше, чем на его силе. Он стал бояться за свою собственную жизнь. Он сфокусировался на себе. И тогда он начал сомневаться. А что Иисус? Меня здесь тоже очень вдохновляет и как-то поддерживает сострадание и милость Христа. Он не стал его сначала упрекать. Он не стал ему говорить, давай, давай, ну-ка, верь, не сомневайся. Он сначала его спас. Он сначала протянул ему руку, вытащил его из этой ситуации. И потом только упрекнул, почему ты усомнился. В наших ситуациях мы можем сомневаться. И нередко сомневаться. И Бог нас за это не осуждает. Да, Он хочет, чтобы мы продолжали проявлять свою веру. Но даже если мы сомневаемся и останавливаемся, Он все равно нас спасет. Потому что Он добрый. Он все равно нас вытащит. И потом даст нам уроки. Но Он никогда нас не оставит от них. Никогда не оставит в беде. Как вы думаете, для Петра вот эта вот ситуация, она пошла ему в плюс или в минус? Мне кажется, в плюс. Он, во-первых, единственный, кто решился на этот шаг. Все остальные ученики не сделали этого. во-вторых, Он все-таки пошел. Он никогда этого не делал. И тут Он ощутил на себе эту удивительную силу Бога. И Он уже получил этот опыт. Он может это вспоминать. Я ходил. Да, я потом засомневался. Да, я испугался. Но я пошел. А значит, Бог на это способен. Значит, дальше в моей жизни также может действовать эта Божья сила. И вот мы можем здесь подвести итог этой истории. Это Иисус направил учеников в трудную ситуацию. Он не спешил их оттуда вытаскивать. Он хотел, чтобы они могли по-новому открыть для себя Его личность. и случилось так, что один из них Он на себе прочувствовал эту удивительную Божью силу. Иисус понимал, что у Его учеников еще были такие, ну, каменные сердца. Они еще плохо понимали, кто такой Иисус. Да, они знали, но не до конца. Он понимал, что они еще все еще продолжают полагаться на собственные силы или на свою собственную праведность. И вот какой бы я сделал вывод, что Иисус повел их туда, куда они сами не хотели идти. Для того, чтобы произвести в них перемены, которые бы они сами никогда не достигли. И это можно перефразировать и для нас тоже. Бог вводит нас в трудности, допускает их, организует, чтобы произвести в нас те изменения, на которые мы сами не способны. И это, конечно же, не о том, что Бог хочет дать нам как можно больше сложностей, но это о том, что когда с нами это происходит, мы можем быть уверенными, что Иисус рядом, Он знает, что делает, у Него есть совершенный план по нашему изменению и нашему спасению. Я хотел бы рассказать короткую историю, которая случилась однажды в моей жизни. Мне кажется, история из Библии, она как-то сопоставима немножко, чуть-чуть, с тем, что у нас в жизни произошло, в моей жизни. Мы поехали в отпуск с семьей отдыхать, ребенку 6 лет, играем в игры в поезде, находимся на перегоне, поезд иногда шевелится, ребенок лезет за другой игрой на вторую полку и неожиданно падает оттуда. То есть все произошло как-то мгновенно и неожиданно. И приходит врач, говорит, все в порядке, перелома нет. В итоге выясняется, мы уже приехали когда в другой город, пошли в больницу, нам сказали, что у него перелом ключицы со смещением, вот буквально вот так. У него было опущенное плечо, и мы пролежали какое-то время в больнице, врачи принесли корсет, но по какой-то причине решили его поставить без анестезии. И они начали это делать, но сыну было очень больно, конечно, он кричал и не давался. И тогда они позвали меня, чтобы я сам своими руками выпрямил ему плечи и поставил этот корсет. У меня не оставалось выбора, и я со слезами на глазах, у сына слезы. Я испытываю внутренние мучения и боль, потому что я начал ему причинять очень сильную боль физическую. физическую. Мы это делаем вместе. Через день выясняется, что поставили все неправильно. У него стали синить руки. Мы позвали другого врача уже в другом месте, там тоже были страсти различные. В общем, вся эта ситуация очень была болезненной, мучительной, и были вопросы зачем, почему, для чего. если бы мы знали тогда в вагоне, что это перелом, мы бы вернулись обратно. Но мы не вернулись, а приехали на место. И вот это происходит. Еще через пару дней вся наша семья заражается ротовирусом. Я, в конце концов, испытывая огромную боль, теряю сознание. И вот на следующее утро я иду молиться, прочитал о заповедях блаженства, и думаю «Господи, блаженны, то есть счастливы, осознающие свою духовную потребность Тебе». Я думаю, я очень осознаю свою потребность Тебе, но какой-то я несчастливый. И к чему вся эта история? Я на ней очень многому научился. Я увидел очень много, как Бог проводил меня через нее и нашу семью и многому меня научил. И как я сейчас вспоминаю это, это послужило таким толчком для моего дальнейшего духовного роста и развития. Я знаю, что Бог, что бы ни случилось, Он всегда будет рядом. И мне нужно полагаться на Иисуса. Он прошел, испытывая много сложностей, и мне поможет их пройти. Давайте подведем итоги. Первое. Сложности неизбежны. Второе. Иисус знает это. И у Него есть совершенный план, как дать нам добро во всех сложностях, с которыми мы столкнемся. И третье. Нам нужно принимать эти сложности и, положившись на Христа, с твердой верой проходить их. Сейчас у нас будет время причащения. Одно из наиважнейших частей нашей жизни, когда мы вспоминаем, что сделал Иисус для нас. Вспоминаем, что Он, будучи абсолютно безгрешным, проживший свою жизнь в полном доверии Богу, ни разу не сделавшим никому зла, пошел на распятие совершенно несправедливо. И пролил эту кровь за нас, отдал свое тело в жертву за нас. На Его месте должны по справедливости быть мы. но Бог проявил свою милость и любовь, чтобы мы могли пройти через этот мир, который сейчас мучается и стонет. И давайте сейчас будем в молитве вспоминать с огромной благодарностью за Христа, с благодарностью Богу и всегда хранить в своем сердце. Иисус наша единственная надежда. Давайте молиться. Дорогой Отец, Господь, спасибо большое, что Ты невероятно любишь нас. Спасибо, что Ты принял и принимаешь нас такими, какие мы есть. И спасибо, что Ты дал нам Иисуса Христа. Веря в Него, полагаясь на Него, имея надежду на Него, мы можем уверенно смотреть в наше будущее. Мы можем быть уверенными, что Ты всегда рядом с нами. Мы можем быть уверенными, что даже если Ты и медлишь, как нам кажется, у Тебя есть совершенный план, как сделать нашей жизни лучшее благо, как преобразить нас, как нас приблизить к Тебе, как увеличить или укрепить нашу личную связь с Тобой. Спасибо большое за хлеб, за вино, которое мы сейчас можем вкушать и таким образом приобщаться Тебя, приобщаться Иисуса, приобщаться друг к другу. Пожалуйста, благослови это время во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, наше богослужение подошло к завершению. Огромное спасибо Сергею за его проповедь. Хочется также выразить благодарность всем, кто участвует в создании онлайн-трансляций для нашей Церкви. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новых событий. Дорогие друзья, в заключении нашей трансляции вы увидите на своих экранах вопросы для обсуждения и объявления. Пусть Господь благословит вас в следующую неделю. Мир вам! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok